о приветствую всех кто запутался ногами в зеленом луке в рот попал огурец которого здесь нет лук и морковку друзья приветствую всех я славна подняги на своем канале сегодня будем готовить банальную простую тушеную картошку но очень вкусную и оригинальную для этого нам понадобится собственно картофель большая его часть 2 помидорки кусочек перчика болгарского сладкого 2 луковки морковка немножко зеленого лука соль пряности я хочу добавить вот совокупность пряности вот прям хочу никогда так не делала но добавлю в тушеную картошку именно карри посмотрим что у нас получится вот сахар растительное масло и буду делать вот как обычно лазерсон готовить я так никогда не готовила так я подумала картофель готовится очень быстро молодой поэтому я решила готовить так приступаем к приготовлению нашего вкуснейшего оригинального ужина в первую очередь я беру казанок наливаю его растительное масло в чем заключается готовка по методу ильи озерсона это в том что я не буду использовать сковородку все сделаю в кастрюле с толстыми стенками и так ждем нагрева масла хорошего нагрева сейчас подготавливаем нашу зажарочку для будущей оригинальной картошки берем лепчатый лук нарезаем так как вам больше нравится любым способом и методом кубиком полукольцем четверть кольцем не важно как вам больше нравится друзья банальная картошка до тушеная но многие любят насколько я знаю потому что она заменяет суп а так как я ее делаю более жидкой так более она вообще отличный для организма самый раз одну луковицу я порезала кубиком такими четверть кольцем покрупнее я предпочитаю ее чтобы было много бульона кто любит мясо вы сначала обжать и там допустим курочку мяско какое-нибудь сначала обжаривайте мясо вот затем уже начинайте делать зажарку потому что для тушеной картошки предпочтительно мясо обжаривать для того чтобы он бульон был насыщенный вкусный у нас картофель тушеный веганский или для любителей овощной еды будем так говорить поэтому теперь нарезаем морковь лишь напряжение у нас напряженная напряженка с напряжением короче говоря вот более тонкую часть морковь я порежу эллипсы а более утолщенную я сейчас потру на терочке вообще-то ну ладно я потру на крупной терочке зря стараться не буду потому что хотела зажелтить а у нас кари желтая там же в каре у нас этот самый господи куркума вот на такой вот ой на такой ручки сидеть друзья мои вот лук с морковью подложила в тарелочку помидоры нужно порезать часть кубиком а часть порезать дольками если дольки не развалится будут красиво играть наши хотя я сомневаюсь конечно что они тогда мы будем уже ладно нарезать так ладно я попробую вот так вот быстро меняется у меня решение ничего не поделаешь такой человек раньше такой не была ты сейчас такая останется на одни пленочки от этих доличек у меня я так думаю итальянцы попку не отрезают между прочим вот нарезали часть помидоров сюда и теперь режем перчик на перчик можно там брусочками соломкой кубиком как вам угодно и так друзья вот так порезала и овощи помидорки кубиком дольками перчик так вот такими полосочками и лучок у нас который дали зелень лука дали колоситься ему все лето я так перышками таким порезала вот так вот сейчас я забрас проверка на забрасывание можно нет и нет включая вытяжку забрасываем нашу зажарочку будущую морковь и лук в разогретое масло только лишь разогретое обязательно бросаем туда я бы бросила вот так вот 2 с горкой чайные ложки сахара почему две потому что там будет кислота помидором а я не люблю мне нравится когда вкус такой гармоничный играет размешиваем и даем поджариться не закрываем на сильном огне друзья мои картофель нарезаем так учитывая чтобы он поместился в ложку и тем более в рот есть некоторые которые режут прямо на четвертины картофель и такие куски огромные на ложке лежат и рот вообще не развивается то не знаю для бегемота что ли а я вот так вот режу такими кусочками очень удобными на ложке и в ротик так друзья короче прямом напряжении я не буду ждать зажарки потому что она сейчас все приготовится мне это не надо потом все будет расквашено поэтому сейчас на этом этапе я добавлю пряности чтобы они немножко прогрелись в масле чтобы аромат питал все пряности так на глазочек на глазочек все на глазочек думаю достаточно потому что это уж очень 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 пряная пряность очень 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 пряная приправа написано пряность очень очень пряная приправа сказать смесь специй не люблю я слово специй так короче размешиваю да сейчас я разгребу вот так как на сковородочке вам показывала да на одну сторону и в маслице я добавлю помидоры чтобы они немножко припустились в масле как-то я вам буквально на днях показывала это помидорки припускают на сильном огне чуть-чуть чтобы от кислотности шла размешиваю помидорки огурец вымыли хорошенько картофель добавляем наш казану сейчас там нужно добавить воды воды добавляем по желанию потому что не все любят жидкой я люблю вот мне самый разный солим врезалась вытяжку посолим размешаем не дай бог ляпнет тебя горячая как только закипит добавляем огонь на средний не даем ему бурлить закрываем крышку не даем бурлить после закипания вот это зелень и перец я буду ложить самом конце долго ли коротко ли шли годы выросли дети народились внуки было собрано несколько десятков лет картофеля за эти годы да наконец она закипела пена можно снять можно не снять в пене все пряности здесь никакого мяса ничего нет кроме овощей поэтому пена не страшно картофель промыть и несколько рядов это естественный способ закипания пена это всего лишь воздух еще немножко подсалила очень вкусно я убавила четверку и вот так вот закрываю и ждем когда картофель будет уже но практически готов так друзья картофель у меня уже сварился я добавляю перец с луком зеленым можно добавить еще любую зеленую которая есть и пойдем уже на балкон в потенках там рвать и все вот добавляю еще минут пять и не более картофель который разварился а который альденте плюс нормалек короче говоря сейчас перчик быстро приготовиться лук тоже будет вообще вкусняшка ой какая-то вкусняшечка не дождусь вообще вкусную речку такую ароматную пулечку ну вот друзья приходится в потьмах вам показывать напряжение вообще упало вот такой картоплян у нас получился аромат видите как ярко стало ароматная тушеная картошка просто необыкновенный вкусный полезный ужин желаю всем кулинарного вдохновения радости бытия чтобы у вас всегда все получалось не только еда все остальное тоже ходите по ссылочке ставьте лайки благодарю тех кто может быть когда-то отблагодарить меня за рецепт желаю во всего самого доброго до встречи чао какао то есть вот вот Продолжение следует...